На улице минус 20, в квартирах плюс 17. Много это или мало испытывают на себе жильцы дома по улице Первомайская, 49. По словам собственников жилья, управляющая компания проблему холодных батарей никак не решает. В квартирах, где продолжают замерзать уже несколько дней, побывала и наш корреспондент Кристина Добровольская. Вот, а днём мы полностью экипированные. Ночью шестимесячную варю закутывают в два одеяла. На градуснике 17 тепла, при норме в 20-22. Температура снизилась 4 дня назад. До этого проблем с отоплением не было. Дому 4 года. И впервые батареи зимой холодные. Ответы работников управляющей компании тоже душу не греют. Вчера сантехник приходил по этому поводу. Единственное, что он смог сделать, это он спустился в подвал, слил воду с батареи, с обратки. Батареи стали горячие. Он ко мне поднялся. Подвал, естественно, весь в воде у нас залит водой. Сырость это всё тоже своё даёт. Поднялся ко мне, то есть расписался за то, что он акт работ выполнил. Ушёл, буквально минут 10-15 проходит, подходишь к батарее, батарея холодная. В управляющей компании говорят, сделали всё, что могли. За тепло в шестом подъезде на Пионерской 49 отвечают не они. Специалисты компании измерили температуру воздуха в квартирах и написали письмо. По их мнению, настоящему виновнику холодной аварии, амурским коммунальным системам. И даже якобы пришёл ответ. Согласно данного акта подтверждается факт маленького перепада давления в теплотрассах. Ну, в теплотрассах. Соответственно, обеспечить нормативный температурный режим на квартирных домах, которые и в том числе в доме на Пиромайске, 49, управляющая компания не может. То есть это не по вине надлежащего содержания внутридомовых инженерных систем и не по вине управляющей компании. То есть данный каос у нас произошёл по вине непосредственно амурских коммунальных систем. Специалисты АКС в свою очередь утверждают, котельная, которая подаёт тепло в район проблемного дома, работает в штатном режиме. На выходе по их замерам температура даже выше нормы. Мы заостряем своё внимание, что мы, АКС, подаём теплоноситель, ресурс до границы балансовой принадлежности. То есть до стены дома. Остальное тепло должно быть в доме распределено правильно. И за это, как правило, отвечают управляющие и обслуживающие организации, которые выбраны собственниками для обслуживания своих домов. Пока управляющие и снабжающие организации выясняют, кто виноват, жильцам не ясно, что же делать. А родители маленькой веры надеются хотя бы одно одеяло спрятать в шкаф. Кристина Добровольская, Игорь Карпов. Новости дня. Информационное агентство. Порт Амур.